Все на тебя! Сержу! Ай, давай, давай, давай! Ай, давай, давай, давай! Эстафета с обручами для многих участников соревнований стала одним из непростых заданий. Не всем удавалось сразу пробраться через маленький спортивный снаряд. Но для участника команды школы номер 222 Никиты Бахарева не составила труда быстро выполнить поставленную задачу. Мне понравилась эстафета с обручами. Ну, я же маленький, да удаленький. А вот я думал, самое трудное это была... Я даже не знаю, какая была. Мне все эстафеты просто понравились. Не было сложных заданий? Для меня не было. Командам предстояло пройти пять эстафет. В каждой нужно было продемонстрировать и скорость, и ловкость. Мне показалось сложное, где баскетбол надо было рукой. Мячка? Ну, да. А что в чем сложное здесь? Потому что бывает, когда мяч улетает. Комбинированные эстафеты стали одним из этапов городской спартакиады среди детских оздоровительных лагерей. Участников разделили на две подгруппы. Первыми на старт вышли команды школ 218, 222, гимназии дидакт и лицея номер 230. Вслед за ними свои спортивные навыки показали сборные образовательных учреждений 220, 221 и 225. Победители и призеров определяли по времени, затраченному на выполнение заданий. Они пробежали одну эстафету время, пробежали другую время, а потом это, как вы говорите, суммируется, и для каждой команды определяется общее время. И потом уже среди команд выделяется самое большое, а потом поменьше, ну, как это обычно. И так определяется победитель те, которые меньше слов, затратили. Да. По итогам соревнований третье место в комбинированных эстафетах заняли лицеисты. Второй стала команда 218-й школы, а победу завоевали ребята из лагеря, расположенного на базе школы номер 222. Нам удалось получить такой хороший результат, потому что у нас хороший тренер, он нас очень хорошо подготавливал, тренировал, учил всему. Ольга Юрьевна некоторые эстафеты запомнила из своего детства и сделала нам почти такие же, как и здесь. Обороти ставила, тоже мы картошку созрали, колобок катали. Слаженно мы работали, потому что у нас отбирались только самые лучшие из лагеря, все, кто быстро очень бегает, ловкие, и поэтому нам удалось победить. Комбинированные эстафеты стали третьим этапом спартакиады среди городских детских оздоровительных лагерей. Позади у ребят соревнования по дарцу и командный бег. Участникам спартакиада предстоит преодолеть еще два этапа – скиппинг и мини-футбол. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».